Сегодня у нас 18 апреля 2014 года, 10-17. Интересно посмотреть, будет ли резонировать рубинная летающая тарелка и в других диапазонах. Может быть там не единственный резонанс? Давайте посмотрим. Она по-прежнему установлена в измерительном тракте. Генератора G442. Сейчас мы посмотрим, что творится в других частотных диапазонах с этим девайсом. Ну вот, со вчерашнего дня ничего не изменилось. Вот эта добротность высокая. То есть давайте еще раз посмотрим, как она оценивается вот на этом аппарате. То есть мы сейчас переключим один разряд, младший, четвертый. Посмотрим, насколько сдвинется спектр. Так, ну вот здесь вот видно, что находится он на расстоянии приблизительно четверть клеточки от центра экрана. Вот сдвигаем частоту на единицу четвертого знака. Ну, видно, что он сдвигается больше, чем его ширина. Можно, кстати, более точно оценить добротность. Давайте попробуем вот как это сделать. Для этого нам надо уменьшить управляющие напряжения. Амплитуду управляющего напряжения. То есть вот внизу видна, значит, амплитуда управляющего напряжения. Это одна клетка. Значит, ну там за экранами тоже продолжается. То есть на уровне, там, 5 вольт амплитуда. Значит, давайте ее уменьшим. Ну, сколько она может уменьшаться? Значит, это, наверное, вот эта русичка. Давайте проверим. Да. Вот так она побольше, а вот так она становится поменьше. Давайте посмотрим, как сдвигается. Да, значит, он сдвигается сейчас на полклетки, а ширина у нас этого пика по уровню 3 дБ. Ну, наверное, где-то 20-я часть клетки. Ну, как бы это поточнее померить. Давайте попробуем перейти на другой частотный диапазон развертки. Ну, вот так вот как-то. Ну, вот сейчас у нас точно в центре экрана находится спектральный пик. Амплитуду мы тоже немножечко можем увеличить. Вот, и теперь попробуем переключить частоту опорного генератора. Значит, вот она изменяется на сколько? На 2,5 клетки, да? А по уровню, значит, 3 дБ, ширина спектрального пика, ну, приблизительно, наверное, четверть клетки. Ну, то есть на порядок отличается ширина спектрального пика от ширины полосы, которая задается последним разрядом. Давайте посмотрим. Здесь, значит, 5 и последний разряд, это что такое получается в процентах? Ну, значит, смотрите, 5. Ну, допустим, там, 5 тысяч, а это получается 50, на самом деле, тысяч. Ну, не важно. 50 тысяч. Это, значит, 5. Это одна тысяча разряд, да? Это 0,1. А это, значит, 0,0,1 от тысячи. То есть, если бы здесь было 9,9999, то здесь было бы у нас сотая доля процента. А так как это пятерочка, то это будет уже не сотая доля процента, а 0,02. А так как у нас здесь на порядок ширина пика меньше, то это 0,002 доли процента. А что такое 0,002 доли процента? То есть, обратная величина, это как раз и есть 50 тысяч. То есть, добротность этого резонатора порядка 50 тысяч, и это предельная величина для рубина. Ну, что-то так можно достаточно грубо, но, тем не менее, оценить добротность рубинного резонатора, который оказывается 50 тысяч. Измерять его параметры во всем диапазоне мы будем в следующем сюжете. Стоп. 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 Стоп.